Бисмилляхи рахмани рахим, ассаламу алейкум у рахматуллах. Сегодня Рамзан Кадыров записал небольшое видео в обращении к Ахмеду Закаеву, который ранее высказался на тему пятерых убитых в Чечне. То есть в этой спецоперации, где якобы участвовал Рамзан Кадыров в разработке и там подобное, в планировании и так далее. Хотя есть информация, что планировали это не Рамзан Кадыров, не кадыровцы, а русские и российские подразделения, которые просто дали потом наводку кадыровцам, дали им ориентировку и при этом сами участвовали в спецоперации. Затем публичные, можно сказать, подарили эту победу Рамзану Кадырову для того, чтобы повысить его рейтинги. Ну так или иначе, Ахмед Закаев высказался по этому поводу и Кадыров решил записать видео. Он там начал угрожать Ахмеду Закаеву, унижать его, с сарказмом призвал всех, чтобы его, Ахмеда Закаева, экстрадировали в Россию. И при этом Рамзан Кадыров открыто, без всяких стеснений, будучи главой региона Российской Федерации, заявил, что посадит Ахмеда Закаева в подвал и либо его застрелит прямым выстрелом в голову. Кадыров еще начал упоминать о какой-то кровной мести, что, мол, он ее на себя берет, что готов убить Закаева, взять на себя кровную месть и так далее и тому подобное. То есть Кадыров выставил, попытался себя выставить в таком храбром, мужественном виде, мол, у него есть возможность, он отвечает за свои слова и так далее и тому подобное. Хотелось бы сказать Рамзану Кадырову, а кто ты такой? Кто ты такой вообще? За тобой стоит российская армия, все российские спецслужбы, точнее не за тобой, а за Путиным, который позволяет тебе иногда пользоваться этими ресурсами, военными ресурсами, их связями, их мощью и так далее. То есть он тебе предоставляет охрану. А кто ты такой без этой охраны? У Ахмеда Закаева нет личной охраны, понимаешь ли? За ним не стоят спецслужбы, то есть у него нет армии, за ним не стоят люди с вооруженными до зубов, вооруженные до зубов и так далее. Их нет, понимаешь ли? Почему бы тебе, Рамзан Кадыров, не приехать на нейтральную территорию, каковой является Европа, и не предъявить это оппозиционным людям, либо людям, которые против вообще оккупации российской, да и вообще кому бы то ни было, почему бы тебе не приехать и не предъявить это прямо в лицо? Ведь ты мужчина, ты говоришь, что ты бравый, храбрый, смелый и так далее. Почему бы тебе это не сделать? Скажи мне. Ведь у тебя есть такая возможность. Ты скажешь, наверное, что тебя никто не пускает в Европу и так далее. Почему бы тебе не сделать фальшивый паспорт? Ведь у тебя есть возможность сделать себе грим, и под этот грим сделать себе фальшивый паспорт и так далее, и не приехать в Европу. Ведь у тебя есть такая возможность Но ты не приедешь, потому что ты не хозяин своих слов, Рамзан Кадыров Потому что в одиночку ты не представляешь из себя никого Ты преступник, ты человек, который воюет с маленькими 14-летними девочками Я имею сейчас в виду Жасмину Саидову, который находится у тебя в заточении, которую ты не отпускаешь Ты пытаешь людей током, сажаешь их на бутылки Но не потому что ты такой смелый, не потому что у тебя самого есть храбрость, отвага и так далее Нет, только потому что Путин временно дал тебе попользоваться, поиграться своими игрушками Вот и все Я тебе еще раз предлагаю, приезжай ты на нейтральную территорию В Европе, если ты приедешь, мы будем нейтральными Понимаешь? Ни за тобой, ни за нами не будет никакого силового блока И ты здесь сможешь показать себя во всей красе Приезжай, покажи Закаеву, кто ты такой Покажи, не знаю, там Тумсу Абдарахманову лично, кто ты такой и так далее Приезжай, у тебя есть такая возможность Что касается того, что ты якобы там на себя берешь кровную месть, готов там все на себя взять и так далее Это смешно На тебе и так столько кровной мести, что там уже места нет, куда эту новую пристроить И ты говоришь, что твои потомки будут отвечать за эту кровную месть в том смысле, что они будут ее нести И будут как-то ее искать и пытаться ее вернуть Но дело в том, что твои потомки, Рамзан Кадыров, как только власть в России сменится А поверь мне, много не осталось от силы 5-6 лет, иншаллах По крайней мере, та власть, которая и будет тебя поддерживать Так вот, как только власть сменится, твои ближайшие соратники Включая того, кто сидел возле тебя, когда ты записывал это видео, крича, что Ахмад это сила Магомеда Даудова, Салаха Межиева, там еще многих, Алаудинова Да сколько этих людей, которых можно перечислять и перечислять Делимханова, все они оставят тебя и будут спасать свои собственные шкуры А Ахмадов Чингиз будет записывать ролики о том, каким же ты был тираном Каким же ты был трусом и так далее Понимаешь? Вот какая участь ждет тебя И поверь мне, все сегодняшние объявленные тобою кровные мести Вот это кровное месть и так далее Это все испарится Люди тебя будут проклинать Это не значит, конечно, что все эти люди Те люди, которые я сейчас перечислю Которые являются сегодня твоими соратниками Что они спасутся Нет, они не спасутся Но они будут пытаться спастись за счет твоей шкуры Понимаешь? Не тебе сегодня говорить о Ахмеде Закаеве, Тумсу Абдурахманове и так далее Не тебе, Рамзан Ты преступник Ты пытаешь, убиваешь людей Ты убил Беназиру Хамидову, беременную женщину Которая была, кажется, на пятом месяце беременности Ты, Делимханов, кстати, сказал Помните, когда вы примирялись Примирялись с ингушской стороной Делимханов тогда сказал Что ты, якобы, зная, что Зарета Тимурзива Это 20-летняя девочка, которую вы держали И которую вы были вынуждены отпустить из резонанса Что ты, якобы, зная, что она является соучастницей Типа из-за своего великодушия Отпустил ее ради того, чтобы достигнуть братства между двумя народами То есть сохранение дружбы между двумя народами Чеченцами и ингушами Мой к тебе вопрос Почему же ты, Рамзан Кадыров, не отпускаешь сегодня Жасмину Саидову, уроженку Дагестана По той же причине Хотя она даже не является соучастницей Я, честно, сомневаюсь, что Зарета Тимурзива являлась соучастницей Я очень в этом сомневаюсь Но раз ты так утверждаешь То отпусти тогда Жасмину Саидову Которая соучастницей не является И даже если бы она являлась Хотя ей 14 лет в чем она могла участвовать Даже если она являлась То отпусти ее ради сохранения дружбы с Дагестаном Почему ты этого не делаешь? Потому что ты лицемер, Рамзан Кадыров Почему ты этого не делаешь? Почему ты ее не отпускаешь? Потому что ты преступник, Рамзан Кадыров Ты убил мужа Беназиры, Ислама Иссаханова Его брата Ибрагима И многих-многих других У тебя в заточении сегодня находится Аида и Мамурзаева И многие-многие люди Почему ты этих людей не отпускаешь? И тебе ли говорить о достоинстве? Кадыровцы обычные, там не знаю ППСники, не ППСники, стажеры, не стажеры На вас сегодня кровь Беназиры Хамидовой И сотен других мужчин и женщин На вас сегодня их кровь Будете ли вы отвечать за это После того, как Рамзан Кадыров Его власть падет Скажите мне Вам придется за это отвечать И не говорите потом, что вы были только стажерами И кроме дубинки у вас ничего не было другого в руках Не говорите об этом Потому что вы являетесь соучастниками в преступлении Любой из вас готов поймать человека И отдать его на растерзание Рамзану Кадырову Зная, что тот будет их пытать унижать, насиловать и так далее Зная, что он не будет соблюдать закон в отношении этих людей Вы не являетесь правоохранителями Вы являетесь правонарушителями Вы преступники, вы террористы И с вас будет в свое время спрос в рамках закона В рамках правового поля Но жестко Помните об этом И помните, не забывайте никогда Вот как Рамзан Кадыров говорит сегодня Про потомков, что они будут на себе это нести и так далее Так вот, помните Про потомков тех людей Которых вы сегодня угнетаете Помните Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!